А сегодня Православная Церковь чтит память Святой Великомученицы Елизаветы. Для Аланского Богоявленского Женского Монастыря этот праздник престольный. В памяти Святых Великомученицах, княгине Елизаветы и инокине Варвары здесь назван храм. На праздничную службу в обитель приехали паломники со всего Кавказа. Завершилось богослужение крестным ходом. После службы прихожан пригласили на праздничную трапезу. Ответ монастырского угощения всегда считалось особой благодатью. Все, что приготовлено с молитвой, целебно. Самые юные прихожане и воспитанники детского реабилитационного центра при монастыре приготовили гостям сюрприз в праздничной конце. Но сначала дети и взрослые вспомнили историю жизни Великой Святой. Будучи царского роду и племени, и крови, она смогла отречься от всего, что только может иметь человек на земле, и богатство, и славу, и знатность. И полностью отдала себя на служение бедным, брошенным, отверженным. Больным. Она сама служила, она имела медицинское среднее образование, и сама служила умирающим людям. В прямом смысле вычищая гнаники и так далее. Вот, поэтому тут как раз-таки самый яркий пример того, что оставь все, и возьми свой крест, и следуй за мной. И мы считаем ее своей покровительностью, поскольку она была монахиней.